Календарь проверок И как не нарваться на контролёров-мошенников? В эфире программа «Прикладная экономика». Меня зовут Владимир Бедняк. Здравствуйте! Итак, представьте себе типичную ситуацию. Вы владелец небольшого магазина. К вам пришёл незнакомец и представился сотрудником госпожнодзора. Прежде чем проводить контролёру экскурсии по помещению, спросите документы. Помните, у незваного гостя обязательно должны быть при себе два документа. Служебное удостоверение и разрешение на проверку. Если их нет, то проверка незаконна. Впрочем, неожиданным визит окажется вряд ли. Большинство проверок бизнеса – это так называемые плановые проверки. То есть проходят они по заранее утверждённому плану, который находится в общем доступе. Плановые проверки – это те проверки, которые проводятся с определённой периодичностью. О их сроках проведения проверок любой предприниматель, любое юридическое лицо могут ознакомиться как на сайте Генеральной прокуратуры, есть специальный раздел, так и на сайте прокуратуры Белгородской области. Каждое ведомство ежегодно выкладывает график проверок на своём сайте в конце декабря. Причём можно заранее предположить, придут к вам в следующем году или нет. План составляют, ориентируясь на вид бизнеса. Это называется рискоориентированный подход. Разберём на примере пожарной безопасности. Если огнетушителя не будет в небольшом магазине, то последствия пожара не так страшны, как если бы возгорание произошло в школе. Чем больше может пострадать людей, тем чаще проверяют объект. Например, госпожнодзоры раз в три года проверяют детские сады, школы, больницы и другие места массового скопления людей. А спортивные комплексы, клубы, музеи и кинотеатры раз в четыре года. А вот вокзалы, поликлиники, большие магазины и офисы раз в семь лет. Раз в десятилетие проверяют здания по обслуживанию менее 50 человек. Например, это небольшие магазины, физкультурно-оздоровительные комплексы и офисы высотой до 15 метров. А вот парковки и киоски не проверяют вовсе. У каждой службы свои критерии, по которым они определяют, как часто нужно проверять предприятие. Подробности можно посмотреть на сайте того или иного надзорного ведомства. На сайте главного управления МЧС России в Белгородской области есть раздел «Деятельность пожарного надзора», где есть онлайн-калькулятор. Необходимо вбить исходные данные. Любой человек может зайти, внести необходимую информацию, и данный онлайн-калькулятор определит категорию риска. Но даже если вы не видели графика проверок, то визит контролеров не застанет вас врасплох, а проверки должны сообщить за три дня. Если на объекте найдут нарушения, то не обязательно проверяющий будет сразу наказывать. Чаще всего выдают предписание. Это не штраф, но это предупреждение, что к определенному сроку нужно устранить все недочеты. Если таких предписаний много, то в следующий раз к вам нагрянут уже с внеплановой проверкой и предупредят о ней всего за день. Будут смотреть, исправили ли вы прошлые недочеты. И тут уже предупреждениями отделаться не получится. Злостным нарушителям грозит штраф или даже приостановка работы. Еще одно основание для внеплановой проверки – это жалобы недовольных клиентов. Правда, неожиданным такой переезд проверяющих тоже не будет. Предупредят за сутки. Все эти правила проведения и плановых, и внеплановых проверок касаются практически всех контролирующих ведомств. От Ростехнадзора и Налоговой инспекции до Пожарных и Росприроднадзора. Но у каждой организации, которая приглядывает за бизнесом, есть свои тонкости работы. Сотрудники Госпожнадзора, проводя плановую проверку, не будут хаотично искать нарушения. У контролера есть специальный список, в котором указано, что именно будут контролировать. Этот список называется «Чек-лист». Если в кафе увидели другие нарушения, то фиксировать их в факте нельзя. Основные нарушения при проверке предприятий торговли – это реализация товаров с истекшим сроком годности, несоблюдение условий хранения товаров, установленных производителем, изготовителем продукции, отсутствие документов, подтверждающих качество безопасности этих товаров, при организации общественного питания зачастую не соблюдается товарное соседство при хранении сырых и готовых продуктов. Используется немаркированный разделочный инвентарь. Чтобы провести внеплановую проверку, сотрудникам Роспотребнадзора недостаточно жалобы от клиента. Сначала он должен попытаться решить дело миром. Если человек считает, что его права как потребителя нарушены, необходимо предъявить претензии на месте. Причем сделать это можно даже устно. С 2017 года введен обязательный претензионный порядок рассмотрения данных обращений. Что это означает? То есть если потребитель видит, что его права нарушены и хочет, чтобы в отношении субъекта, который нарушил его права, была проведена внеплановая проверка, в первую очередь он в обязательном порядке должен обратиться к субъекту предпринимательства и попытаться урегулировать данный вопрос, направив претензию. И только если не удалось найти компромисс, то надо жаловаться в Роспотребнадзор. А там уже будут решать, нужна ли внеплановая проверка бизнесмена. Но, как показывает практика, в последние два года только один конфликт из десяти доходит до жалобы в надзорный орган. Сами бизнесмены предпочитают договариваться с недовольными клиентами. В Госпожнадзоре тоже внедрили практику чек-листов по аналогии с Роспотребнадзором. Впрочем, что интересует пожарного инспектора, далеко не тайно. Но большинство бизнесменов продолжают попадаться на одних и тех же нарушениях. Это отсутствие либо неисправности системы оповещения о пожаре, управлении эвакуацией, и пути эвакуации. Требования нарушаются предъявляемым путям эвакуации. Либо это горючая отделка на путях эвакуации, либо они закрыты, либо захламлены каким-то складским имуществом. Но если предусмотреть, что будут проверять сотрудники Роспотребнадзора или пожарные можно, то быстро подготовиться к визиту налоговиков не получится. Проверку пройдет только тот бизнес, где в принципе содержат документы в порядке. Прежде всего потому, что о своем визите сотрудники фискальных органов не предупреждают в случае проверки использования контрольно-кассовой техники или достоверности сведений, предоставленных при регистрации юридических лиц. Кроме того, налоговая составляет план проверок на квартал. Если ваша компания попала в график, то нагрянуть могут в любой день. При этом налоговики работают не по чек-листам. Проверяют все, что в компетенции ведомства. От накладных и выручки до кассовых аппаратов и уплаченных налогов. Более того, присматривать за бизнесом могут и дистанционно. Такая проверка называется камеральной. Мы проводим ее на основании каждой представленной декларации. Мы проводим не ваше, по земельному налогу или по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль. Мы в любом случае камерально проверяем недобросовестные налогоплательщики. Они завышают свои расходы. Расходы, за счет которых... Или налоговую льготу заявляют гораздо больше, чем правомерен ее заявить. Впрочем, государство не оставляет предпринимателей один на один с проверяющим. У надзорных органов есть свой проверяющий – прокуратура. Именно сюда надо жаловаться, если кажется, что ваш бизнес зажимает. Можно в каждом случае обращаться в органы прокуратуры, как через официальный сайт прокуратуры Белгородской области, так и в письменном виде, так и через дежурного прокурора, посредством телефонной связи для разрешения данных вопросов. А еще прокуроры сводят воедино графики проверок разных контролирующих ведомств, чтобы предприниматели разобрались со всеми контролерами в сжатые сроки, например, в течение месяца, а потом могли работать спокойно. Правда, до того момента пока не подойдет время новой волны проверок. Подведем итог. В конце года все проверяющие организации публикуют на своих сайтах план проверок на год. Проверьте, когда контролеры появятся у вас. Если к вам пришли с проверкой, попросите визитера предъявить служебное удостоверение и разрешение на проверку. Следите, чтобы проверяли только то, что указано в чек-листе. И помните, что налоговая инспекция проверяет компанию без чек-листов. Если вы получили предписание, исправьте нарушение как можно быстрее, не дожидаясь внеплановой проверки. Если вам кажется, что проверяющие нарушают закон, жалуйтесь в прокуратуру. Это можно сделать не только письменно, но и через интернет. С вами был Владимир Бедняк. Соблюдайте закон, и тогда не надо будет бояться никаких контролеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok